Драк Владимирович завел технику и вот начали взрыхлять. Земля очень сухая, тяжело идет. На несколько раз приходится ее воронить. Приходится упираться далее. Драк Владимирович завел технику и сухую, либо равную, потому что не ровную. А потом очень просто. Если мелкая, слишком хорошая, мягкая земля, на два раза потаять. Если это твердая, то приходится в три раза. Вот так вот. Потому что если сразу твердую взять, то медленно-медленно. Хорошо конструкторы придумали такую технику, она как бы в помощь маленькую. Раньше лошадки были, а лошадку когда не было, запрягали там голову. Можно остановиться даже. Вот сравнение, какие ямы и какая становится поверхность. Да, да, да. Моливня ровная. Вот смотри. Так. Что-то у брата там... Вот что хочется сказать. Вот смотрите, какая погода. Где-то недели две примерно нет дождей. Земля иссохла, если просит влаги, дождя жаждет. И тут вспоминается место из Писания, когда Моисей выводил людей из Египта и вел по пустыню. Представляете, что здесь хотя бы есть вот какие-то источники воды. Здесь есть вот деревья, можно в тенё где-то спрятаться. А там не было. Подходят. Моисею воды нет. Воды нет. Надо идти дальше. И вот эта жажда. Жажда воды. Вспоминается момент, когда Господь с учениками зашёл в местность Самарии. Это были земли, Яков выделил Иосифу, и там был колодец, вырытый Якову. И он присел отдохнуть. Ученики ушли за хлебом. Подошла самарянка, женщина с ведрами воды. Господь у неё спрашивает, дай мне воды напиться. Она ему отвечает, как же ты, будучи иудей, разговариваешь с самарянкой. Не положено вам и нам общаться. Он ей говорит, не знаете вы дар Божий. Если бы ты знала дар Божий и знала бы, кто тебе говорит, то ты сама бы просила воду живую. Она ему говорит, господин, колодец глубокий. Этот колодец вырыл Яков, наш протец. У тебя подчеркнуть-то нечем. Неужели ты выше Иакова? Тогда Господь сказал, повтори, брат, что сказал Господь? Ну, он и сказал это. Да. Если я дам воду живую, которую я дам, то вовек жаждать не будете. Вовек жаждать не будете. И эта вода, как он сказал, разольется, да? Станет источником. Станет источником воды. Жизнь вечную. Жизнь вечную. Она так обрадовалась. Господин, дай мне этой воды. Он ей просто говорит, сходи домой и приведи мужа своего. Она говорит, нет у меня мужа. Это правильно ты сказала, что у тебя мужа нет. У тебя было пять мужей. А этот тот, с которым ты живешь, он не муж. Она говорит, истинно ты пророк. И этот тоже не муж тебе. Да, и этот тоже не муж тебе. То есть в блуде жила. Да. Она говорит, истинно ты пророк. Назвала его пророком. И говорит, что должен прийти мессия, и его ожидают. А Господь говорит, это я тот, который с тобой говорит, и ты слышишь его. Да, она там вопрос задала о поклонении. То есть вы говорите иудеям, что поклоняться только можно вроде у вас там. Да, в храме, в Иерусалиме. Да, да, да. А Господь говорит, что Господь ищет, в будущем будет истинный поклонник, который будет поклоняться в духе истине уже везде, на всяком месте. То есть не в одном только Иерусалиме сейчас. Да. И вот этот разговор идет о жажде. Когда у человека есть жажда пить, он пьет и не напивается. А когда у человека есть жажда познать Слово Божье, и когда он открывает Слово Божие, и Господь ему открывает через Писание, через то, что человек внимает, то, что написано в Библии, то у него жажда прекращается. У него жажда познания идет. Вот. Поэтому то, что сейчас вода, она нужна, а вода жизни, она важнее, чем вот эта вода. Почему? Потому что жизнь, жизнь наша на земле, она не может быть вечной. Всему приходит момент, когда из земли пришел, в землю уйдет человек. А душа, душа она живая. И предстанет она. И что человек может ответить? Поэтому пока не поздно, вся проповедь начиналась у Господа и Иоанна до Господа, когда Иоанна Крестителя. Первые слова – покайтесь. Не надо думать, что мы ничего не делаем такого плохого. Нет, у каждого что-то есть. Покайтесь. Покайтесь о том, что не принимаете Господа. Покайтесь. И после покаяния, после покаяния, вот идешь сразу в движение души. Ну, осознание, конечно, грехового человека происходит, когда он начинает читать Евангелие, то есть Слово Божие. Да. А так человек, конечно, он живет. Вроде бы я никого не убил, не ограбил. Например, человек, который хороший, добрый. В чем я согрешил? Да ни в чем не согрешил. Ну, ничего такого вроде. А когда Библию начинаешь читать, начинаешь понимать, что, кажется, ты весь в грехах. В первую очередь, ты нарушаешь первые четыре заповеди и десяти слове. Что ты не любил Господа всем сердцем, всем разумением, всей душой и всей крепостью своей. То есть это первая заповедь. Я Господь и нет иного Бога, кроме тебя, кроме меня. Поэтому во Славу Божию мы работаем. Да благословит Господь труды наши. Да подарит Господь, когда-нибудь дожичит нас. Да. Аминь. Да это Бог. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Христу.